Предпосылки возникновения и особенности становления древнегреческой науки — роль античной философии в становлении научной рациональности. Возникновение философии в Древней Греции связано с тем, что у греков сложился полистный тип организации общества, для которого характерна демократия, а она предполагает принятие решений на основе свободного и равноправного обсуждения общих проблем. Навыки демократического обсуждения и принятия решений способствовали развитию рационалистического характера греческой философии. Ранних греческих философов обычно называют натурфилософами, натурфилософия — исторический термин, обозначавший философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания, так как важнейшим для них был вопрос о первоначалах мира. Величайший расцвет человеческого гения Древним грекам принадлежит приоритет создания философии как науки о всеобщих законах развития природы, общества и мышления, как системы идей, исследующей познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Такие философы, как Сократ, Аристотель и Платон являются родоначальниками философии как таковой. Возникнув в Древней Греции, философия сформировала метод, который мог использоваться практически во всех сферах жизни. Космоцентризм — система философских взглядов, появившаяся в Древней Греции, согласно которой мир воспринимается как космос, разнообразный, гармоничный и одновременно вселяет ужас. Все явления окружающего мира рассматривались через призму космоса. Идея красоты мира проходит через всю античную эстетику. В мировоззрении древнегреческих натурфилософов нет ни тени сомнения в объективном существовании мира и реальности его красоты. Для первых натурфилософов прекрасное — это всеобщая гармония и красота Вселенной. В их учении эстетическое и космологическое выступают в единстве. Вселенная для древнегреческих натурфилософов — космос, Вселенная, мир, гармония, украшение, красота, наряд, порядок. Во всеобщую картину мира включается представление о его гармонии, красоте. Поэтому сначала все науки в Древней Греции были объединены в одну космологию. Греческая философия не может быть понята без эстетики, теории красоты и гармонии. Древнегреческая эстетика была частью нерасчиненного знания. Зачатки многих наук еще не отпочковались в самостоятельной отрасли от единого древа человеческого познания философии, и философские подходы к решению любой научной проблемы лежат в основе древнегреческой науки. Поэтому выделить ученых, занимавшихся чистыми научными проблемами, нельзя. В Древней Греции все ученые были философами, мыслителями и обладали знанием основных философских категорий. Греки совершили открытия, величайшие из когда-либо совершенных человеком, а они открыли могущество разума. Именно греки классического периода, достигшего наивысшего расцвета в период ВВВ до н.э., поняли, что человек наделен способностью мыслить, наделен разумом, который, опираясь на наблюдение и опыт, способен открывать истины. Логоцентризм — понятие, введенное постмодернистской философией для характеристики классической культурной традиции, установки которой критически оцениваются в качестве имплицитно фундированных идей всепроникающего логоса, что влечет за собой неадекватное, с точки зрения постмодернизма, осмысление бытия в качестве имеющего имманентную логику и подчиненного линейному детерминизму. Логос по-гречески означает «знание». Процесс отделения объективных эмпирических знаний о мире от их мифологической оболочки — это переход от мифологических представлений к теоретическому мышлению. Среди решающих условий перехода от мифа к логосу можно выделить древнегреческая философия «атомизм» до «сократик» — отказ от обратнической логики мифов. В мифологическом сознании предмет отождествляется с образом, все сливается в единое целое, нет границ между реальным и нереальным, подлинным и мнимым, субъективным и объективным. Отказ от такой логики мифов явился величайшей революцией в мышлении, утвердившей картину мира инвариантной, то есть не испытывающей превращений действительности в зависимости от свойств человеческой психики. Замена духовно-личностного отношения к действительности объективно-субстанциональным. В результате произошло становление объективной идеологии, в которой действительность представлялась не как духовной, а как вещественный объект, самодостаточное образование, не зависящее от восприятия индивида. Формирование естественного толкования событий. Это качественный сдвиг в познавательном процессе, при котором происходит замена сверхприродных оснований событий на противоположные основания, природные и естественные. Становление причинно-следственной типологизации явлений. В мифологическом сознании любое событие представлялось не как естественное, а как символизирующее нечто, действительность строилась на основе типологии причинозначения. Разрушение этой логики абсурда и переход к традиционной логике с законами тождества, непротиворечия и исключенного третьего являются минимальным условием возникновения науки.